Всем привет! На связи Евгений Ильичев, писатель-фантаст, и моя рубрика «Вычитка». Сегодня вычитываем книгу писателя Виктора Казначеева под названием «Мутант. Полное погружение». Первая глава плюс пролог. Книга написана в 2019 году, если мне не изменяет память. И это одно из первых произведений Виктора. Поэтому могут быть огрехи. Я уже знакомился с первыми строками. Поэтому будут какие-то комментарии с моей стороны. Ну, посмотрим, как оно зайдет всем остальным. И читателям, и служителям. Итак, Виктор Казначеев. Мутант. Полное погружение. Пролог. Внимание! Это не учебная тревога. Уровень угрозы красный. Всему научному персоналу первого уровня занять спасательные капсулы с номерами от первой до двенадцатой. Второго уровня с тринадцатую по пятнадцатую. Внимание! Это не учебная тревога. По коридорам и комнатам, спрятанным глубоко под землей, разносился мерный металлический голос. Уже не осталось защитников. А свободные места в капсулах сохранения были заняты. К счастью, поместились все. Первая ремарка. Ну, наверное, если это звездолёт, то капсул должно было хватить. Ужасно подумать, что произошло бы, не хвати свободных мест. Спас капсула или модуль, как говорили военные, была похожа на контейнер для перевозки грузов. Конечно, если забыть, какое оборудование находилось внутри. Всё, что может сохранить жизнь или её подобие, было встроено в стены, защищённое надёжной бронёй. Это был последний рубеж и последняя надежда. — Это конец, брат! — рядом раздался голос одного из учёных и, по совместительству, моего друга. — Не знаю. Надеюсь, нас спасут. Война ведь ещё не совсем проиграна, и у нас есть шансы, — глухо проговорил я, еле справляясь с пересокшим горлом и страхом, который пронизывал всё тело. Все данные подменены, и теперь мы все лаборанты. — Спасут? Не проиграно? — истерически спросила девушка, сидевшая напротив Максима. Красивая брюнетка с зелёными глазами и натуральной грудью пятого размера. Мечта каждого нормального мужика нашей базы. Она оставалась неприступной даже в последние самые тяжёлые годы войны. — Бедные мужики годами добивались грудастую брюнетку. — Ну ладно. — Да, у нас даже отсек, и тот с тринадцатым номером. — М-да. Истерика. — Хорошо хоть, что приборы наконец-то закончили внешнюю консервацию, и теперь занялись внутренними проблемами. — Приборы закончили внешнюю консервацию и занялись внутренними проблемами. Тяжёлая фраза. Ладно. Едва заметный газ заполнил помещение, и волнующиеся люди, учёные, в основном успокоились. — Внимание! В связи с внешними условиями, опираясь на приказ номер 13457, принято решение о глубокой консервации без срока давности, до внешнего вмешательства. — Услышав последнее, даже сквозь приличную дозу успокоительного, хотелось взвыть. Полная консервация — это искусственная смерть. Когда все процессы в организме практически останавливаются. Замена криокамерам прошлого только более высоко технологичная и опасная, потому как проверок ещё не прошла. Ну, тут сразу косяк, конечно, как могли внедрить в корабль технологию, которая не прошла проверок, да ещё и заменить ею криокамеры прошлого. Не верю. Тринадцатые... Тихо пробормотала Ксюша, свесив голову на огромную грудь. Уже отключилась, мелькнула вялая мысль, а потом потухло и моё сознание. Далее действие переносит нас в другую эпоху. Нейтринная эра. Наши дни. Мой лард. Срочное известие. В каюту капитана забежал один из членов экипажа. Младший связист. Он тут пока новенький, вот старшие офицеры и гоняют его почём зря. Прошу прощения, сказал он, борясь с одышкой. Важная новость с планеты. Стоит внести в его личное дело пометку об увеличении силовых нагрузок, лениво подумалась капитану. Что такое? Тихий голос, в котором чувствовалась сила и вековая гордость, разнёсся по каюте, заглянул в каждый её уголок и только потом растаял. Мы нашли людей. Люди? Откуда могли взяться люди на этой богом забытой планете? Где? Сколько? Уровень развития. Вопросы так и сыпались на докладчика, словно скоростные удары энергобича, любимого оружия космической элиты. В этом столетии раньше в моде были шпаги, а до этого бластеры. Мода, она, как и прогресс, не стоит на месте. Больше трёх тысяч, они погружены в анабиоз, с готовностью ответил связист. Состояние критическое, но они живы. Это сильно усложняет нашу миссию, задумчиво проговорил капитан. Кто в курсе происходящего? Согласно указу от 3017 года, нейтринной эры, все сигналы о выживших моментально отправляются главным истинным корабля на базу. Значит, тихо избавиться от них у нас уже не будет. Всё так же задумчиво произнёс старший корабля, совершенно не обращая внимания на удивлённый взгляд младшего офицера. Что ж, думаю, в таком случае нам стоит запустить программу адаптации. Скажем, тут он задумался. Номер 13. Это наша обязанность, как честных граждан, чтящих законы. Лорд, правильно ли я понимаю, что вы хотите поместить их в игру? От удивления брови человека поднялись ещё выше. — Да, думаю, подойдёт одна из последних социальных. Например, орбита, — с усмешкой сказал капитан. И, не дожидаясь новых вопросов, от новичка бросил. — Выполнять. — Есть! — Офицер, не забудьте выбрать полное погружение и тактический сценарий. — Так точно! Как только парень покинул каюту, лорд занял своё кресло и погрузился в мысли. Эта планета, точнее, её ресурсы, были тем, ради чего его семья потратила все сбережения. Ему просто категорически нельзя подвести семью. Тех людей ждёт неприятная участь, и отчасти это его заслуга. Но зато, когда реабилитация закончится и спасённые смогут предъявить права на планету, ресурсов тут не останется. Что ж, мы видим далёкое-далёкое будущее, в котором есть некий клан, заправляющий на данной планете, уже наложившую на неё лапу, но решившая сбагрить бедных выживших с того звездолёта в какую-то игру под названием Орбита. Итак, глава первая. Орбита это социальная игра с самым высоким рейтингом. Основная цель спасти планету от засилия неразумных мутантов. Также используется для реабилитации больных после космических войн или бедствий. Отличительной особенностью игры, вознесшей её в галактический топ, был особый режим погружения, тактический. Игрок появлялся в закрытой локации без интерфейса и системных подсказок и должен был выполнять единственное задание выжить в течение суток. От того, как это сделано, зависел класс персонажа. Ну, для Литр ПГ, собственно, всё похоже на то, что их погрузят в игру и там они должны будут как-то развиваться, крутиться и выживать. В сознание приходил медленно, рывками. Перед глазами то появлялись светлые пятна, то чёрные круги. Тело было непослушным и казалось совсем чужим. И оно болело. Нет, не так. Оно болело. Каждая клетка словно кричала о своей тяжкой доле, заставляя искать более удобную позу. а каждое движение вновь вызывало приступы. Наверное, приступы боли имелось в виду. Замкнутый круг, который так и не удавалось разорвать. Мелькнула мысль, что лучше просто полежать и подождать, пока боль не утихнет. Замереть оказалось не проще, чем менять своё положение, но, кажется, мне удалось. Хреновые последствия у анабиоза. Пожалуй, стоит написать об этом его создателям. Мелькнула мысль и пропала, так как боль наконец-то немного утихла, и можно было открывать глаза. Лучше бы не открывал, сказал и ужаснулся собственному голосу. Скрипучий, словно курил с младенчества и тихий, тихий настолько, что уже в паре метров от меня звук исчезал. Интересно, как он это понял. Алло? Не, не слышно. Пару метров. Ну, ладно. А возмутиться было отчего? Ведь засыпал я в спасательной камере, а очнулся на голой земле. Да к тому же неизвестно где. Не то, чтобы мне были известны все планеты, принадлежащие нашему союзу. Но и полным профаном я не был. Так что с уверенностью в сотню процентов могу заявить, планет с фиолетовой атмосферой, тремя светилами и каменно-лесным ландшафтом там не было. Где же я? Вопрос без ответа. И чувство нарастающей паники, которое прямо заставляло срочно срываться с места и бежать, бежать, не оглядываясь, пока не найду достойного укрытия. Интуиция это была или что-то еще, не знаю, но ослушаться собственных чувств ума хватило. Попытавшись побежать, столкнулся сразу с двумя проблемами, невозможностью бегать и камнем, об которой я истукнулся, когда упал. Черт, прошипели мои потрескавшиеся губы, кое-как поднявшись для начала на карачке пополз в сторону от места появления. Выбирать дорогу особо не приходилось, было лишь направление, которое и выбрал чисто интуитивно. Спустя минуту смог подняться на ноги и, шатаясь, словно после контузии, побрел в нужную сторону. Иногда мне удавалось обойти камни или ветки, но чаще всего нет. Царапины и ссадины уже покрывали половину моего тела, ветки и острые камни рвали одежду. И в очередной раз, после удара от дерева, когда пришлось сделать вынужденный перерыв, в голову ворвалась дикая мысль. Одежда на мне другая одежда, а у нас на базе не было такой. Зачем кому-то доставать меня из медблока, переодевать и выкидывать на неизвестную планету? Что это за шутки такие? Но разум, тоже отходящий от искусственной комы, уже нашептывал. Это не шутки. Случайность ли? Или авария? Чей-то дикий эксперимент или что-то еще, но не шутки. Чувствуя, как схожу с ума, заставил себя подняться и идти вперед. Иногда нужно не думать, но действовать. Краем сознания отмечал, что гравитация на планете немного больше привычной для меня, но неудобств не создает, а воздух хоть и с незнакомыми примесями, но приятный и кажется не ядовитый. Ну конечно, ты уже там уже довольно давно уже бы отравился, если что. По крайней мере, за те два часа, что длилось мое путешествие, я не стал чувствовать себя хуже, а наоборот, кажется, нагрузки благотворно влияли на организм, и он стал более послушным. Стоило мне приободриться, как случилась неприятность. Я как раз выбирался на какую-то площадку, свободную от камней, как мой взгляд, уперся в некое существо. На четырех лапах, покрытое серой шерстью, оно стояло ко мне спиной, и, судя по звукам, что-то ело. Хруст стоял ужасный, под тихое урчание, аккуратно переступая ногами, попытался скрыться за камнями. Место, в котором я вышел, было неудобным, чтобы вернуться, поэтому нужно было сначала пройти немного в сторону. Тут даже не принципиально в левую или в правую, лишь бы тварь не заметила. Шаг за шагом, затаив дыхание, стал медленно обходить ее с правой стороны. Показалось, что в ту сторону ближе. И все бы ничего, но когда проходы между валунами оставалось меньше метра, животное мотнуло головой, отрывая от добычи кусок, чтобы проглотить его. Немного попятившись назад, тварь открыла мне обзор на свою пищу. Конечно, я понимал, что жует она далеко не траву, но вид разорванного человека, чьи внутренности прогрызаны и лежат на камнях, заставил меня сдавленно ахнуть. А тут еще и нога скользнула по камню, издав негромкое шуршание. Конечно же, животное услышало это и одним прыжком на месте развернулось. Что-то вроде гиены или одичалой собаки. Больше ничем это быть не могло. Узкая морда с длинной окровавленной пастью и редкими гнилыми зубами, безумный взор черных глаз и вздыбленная на гривке на загривке шерсть. Хороший песик, не нужно рычать. Как можно спокойнее попытался проговорить я, но какое может быть спокойствие, когда на тебя рычит тварь, только что сожравшая человека. И зверь, определенно учуявший мой страх, решился напасть. Секунда и вот из-под лап уже летят маленькие камушки, а рычащее тело набирает разгон в мою сторону. Еще мгновение и прыжок, конечная цель, которая вцепится в горло. Но так просто умирать мне не хотелось. Да и никак не хотелось умирать. Не просто, а не легко. Рухнув, плашмя на острые камешки, пропустил над собой тварь. Интуиция снова дала о себе знать. Тело нужно его осмотреть. Должно может быть оружие. Спасительная догадка посетила мою многострадальную голову. На карачках, разбрасывая в стороны мелкий щебень, рванул к трупу. В тот момент даже запах, шедший от органов, не смог смутить меня. Первым делом ощупал грудь и пояс, ища бластер или игломет, но их не оказалось. Дрожащими руками ощупал то, что осталось от кистей, сначала с левой от меня стороны. Чувствуя, как утекают выигранные мной мгновения, вводил в лужи из крови и чего-то еще в поисках оружия в лужи крови и чего-то еще в поисках оружия, которого не было. Один удар сердца, другой, и вот уже за спиной раздается приглушенное рычание, а животное медленно подбирается к своей беззащитной жертве. Развернувшись лицом к тваре, уперся в труп спиной, чувствуя сквозь рубашку теплоту и сырость. Бедолага умер не так давно, а теперь пришла и моя очередь. На расстоянии чуть более метра зверь перестал рычать и просто прыгнул, на этот раз более аккуратно и точно. Единственное, что удалось сделать, это выставить правую руку, прикрывая горло. Мгновение и дикая боль от прокушенного запястья застилает глаза, а горло разрывает крик, полный злобы и отчаяния. Тварь была сильной и много весела, так что сбросить ее не удавалось, ноги заскребли по камням, левой рукой попытался найти хоть что-то в очередной кровавой луже, полной ошметков мяса и органов. Рука во что-то уперлась и два пальца провели почему-то острому, разбавив лужу и моей кровью. Есть, нашел, нащупав рукоять ножа, а это был он, не глядя, всадил его в бок твари, раз, второй, третий, бил, пока животное не перестало стоять на ногах и трепать мою руку, бил, пока текли слезы, вымывая страх и боль из головы, бил, пока рука не устала. Кое-как, скинув себя хищника, предварительно разжав пасть, при этом выбив пару клыков, поднялся. От боли меня шатало снова, очередной взгляд на труп, понимание того, к чему я прижимался и в чем испачкался, привели к приступу рвоты. Рвота и так не самое приятное, что может произойти, но когда в желудке нет ни грамма пищи и влаги, приходилось выплевывать желчь, а это еще неприятнее. Хорошо, хоть длилось недолго. Выйдя из-за камня, содрал с себя остатки рубашки, кое-как перемотав разодранную руку, а остальное выбросил в сторону, больше я ее не надену. Не надену. Все же собака у Гиены, если верить школьным знаниям, челюсти настолько мощной, что тварь просто оторвала бы мне руку. Чувствуя себя отвратительно, обыскал труп, постоянно принося свои извинения. Глупо, конечно, но ничего не могу с собой поделать. Мародерство, даже вынужденное, уже давно считалось одной из ступеней морального падения, по крайней мере, тогда, когда было мое время, моя эпоха. Видимо, ему уже закралась мысль, что он не в своей эпохе. Даже на поле боя разрешалось брать только патроны, оружие и личный жетон, чтобы сдать, личные вещи трогать возбранялось. Исключение только для родственников и близких друзей. Отбросив эти мысли, сейчас мне должно было плевать на факт мародерства. Мне хотелось жить, а для этого нужны еда и лекарства. Ну, или хотя бы просто лекарства. Иногда получаются нескладные предложения с оборотами дипричастными. К сожалению, непонятной мне аптечки найти не удалось. Зато была пачка таблеток с черно-желтым знаком. Кажется, когда-то мне попадался такой в каком-то учебнике. Больше ничего найти не удалось. Только таблетки и нож. Ни сумки, ни фляги, устройства связи и то не было. Все, что нужно было сделать, было выполнено. Но просто так взять и уйти не получалось. Чувство, что не выполнил что-то важное, не отпускало. Нужно его похоронить, озвучил вслух то, что уже давно витало в мыслях. Оглядевшись по сторонам, нашел небольшую выемку, куда и перетащил тело. Собирая по округе камни, которые мог бы поднять, но которые не сдвинут животные, укладывал их сверху. Когда дело было кончено, почувствовал небывалое облегчение, болеть. Оглянувшись последний раз на площадку, где прошло боевое крещение, которого я не ждал и не просил, отправился дальше. С каждым новым шагом идти становилось все привычнее и легче. Возвращалась координация движений, как следствие меньше падений и ушибов, и повышение настроения. Уверенности придавал крепкий нож в руке, который чуть больше моей ладони, он прекрасно в ней лежал. Прямой, с одной режущей гранью, он нес мне спокойствие и смерть врагам. К счастью, последних не наблюдалось. Пройдя еще несколько километров, увидел небольшой водоем, лужа или озеро. Не так важно, главное, что это была вода. Пока дошел, день и так клонившийся к закату совсем закончился. Поглядев на небо, не обнаружил ни одного знакомого созвездия, зато удалось выяснить, что планета, по крайней мере, та ее часть, где нахожусь я, мало заселена, ну или, как вариант, тут борются со световым загрязнением. Правда, в это верилось с трудом, иначе увидеть такое скопление звезд невооруженным взглядом было просто нереально. Адвуроси в сторону грустной мысли двинулся к воде, благо, что идти оставалось последние метры, встав у самой кромки воды с сомнением на нее уставился. Это издалека она казалась чистой, а вблизи можно было хорошо рассмотреть радужную пленку и непонятное свечение. Не думаю, что ее стоит пить, уже слегка привычным шепотом заговорил сам с собой. Не то, чтобы меня начало тяготить одиночество, нет, просто так хоть немного рассеивался страх, поселившийся в сердце с первых минут. Пока еще не совсем стемнело, забрался на ближайший валун и огляделся по сторонам. Камни, камни, деревья, деревья с камнями, лужи, светящиеся жидкости и ее испарение, покосившийся домик, камни, два красных огонька, похожих на глаза. Видимо, этот день был настолько тяжелым, что мозг уже не срабатывал, как следует. Во-первых, я увидел чье-то жилище, но пропустил этот момент мимо сознания. Во-вторых, за собственной спиной, на соседнем валуне, я увидел очередного хищника, точнее, его светящиеся глаза, но и это проигнорировал. Думаю, что не зря еще в детстве в мультиках о галактических туристах всех нас учили не поворачиваться к животным спиной. Ну да. Наверное, тварь обидел этот факт, или, что вернее, порадовал, ведь добыча сама подставила шею, но в каком-то роде в эту ночь судьба была на моей стороне. От мощного толчка я упал в лужу, которая оказалась достаточно глубокой, чтобы уйти в нее с головой. Зверь рухнул следом и тут же попытался выскочить из воды дико скуля. Тогда я решил, что и в воде живут монстры, поэтому более опытное животное скулит и пытается быстрее выбраться. Участь быть утопленным или съеденным мне по-прежнему претило, поэтому за несколько грибков постарался выбраться на сушу. Мне это удалось и, разумеется, греб в сторону отличную от той, куда вылезла собака. Да, думаю, что это все же дикие собаки, а не гиены, или кто-то наподобие них. По счастливому стечению обстоятельств с моей стороны оказалась хижина, куда я и побежал. Зверь мог напасть в любую секунду, а нож, единственное свое оружие, выронил при падении в воду, так что отбиться будет нечем. Прыгая с камня на камень, часто соскальзывая и падая, добежал до жилья. В тот момент у меня даже мысли не возникло, что хозяин жилища может мне не обрадоваться, что там могут жить бандиты или за дверью стоит растяжка. Я просто открыл ее и залетел внутрь, тут же подпирая своим телом, но за мной никто не гнался. Немного отдышавшись, поднялся, опираясь мокрой и грязной рукой о дверь, стараясь поймать равновесие. Меня снова начало штормить, а порванная первой собакой рука стала сильно болеть, словно кто-то сжимал ее в тисках и крутил в разные стороны. Зажечь свет я не мог, просто не нашел как, а на голосовые команды тут ничего не откликалось, но тьма не была полной, поэтому мне удалось разглядеть стол, койку и шкаф, а также дверь, ведущую в другую комнату. Дойти до койки оказалось сложнее, чем все, что было до этого. Меня снова вырвало, на этот раз вместе с желчью выплеснулась вода. Все-таки хлебанул немного, когда так неожиданно нырнул, но я и тут справился, пускай и не идеально. Рухнув на кровать, скрючился в позе эмбриона, но боль не только не уменьшалась, наоборот, она начала расти, растекаясь по телу, тревожа самые оголенные нервы. Когда стало жечь глаза, до меня дошло, что само это не остановится и нужно что-то делать. Первое, о чем я подумал, это были таблетки. Достав их из-за пояса брюк, которые теперь выглядели больше как бриджи, закинул несколько капсул в рот, дрожащие, скрюченные болью пальцами, пальцы с трудом продавливали оболочку, чтобы достать лекарство. Одна капсула упала на стол, совсем недалеко от меня, но я не мог заставить руки дотянуться до нее, проще было выдавить еще одну. Видимо, на какой-то момент сознание оставило мое тело, кратковременное помутнение или что-то вроде того, потому что, когда я очнулся, в руке были все таблетки, вся пачка, кроме трех, что рассыпались по столу, боясь рассыпать таблетки, склонился ближе к руке, казалось, что это проще, чем поднять кулак с зажатым в ней таблетками, в нем таблетками. Трясущийся уже всем телом засунул в рот таблетки, но не смог их проглотить, нужна вода, но ее не было. Медленно сжал челюсти, разжевывая биопластик, содержащий порошок, принялся жевать. А горящие глаза пытались найти хоть что-то жидкое, лишь бы протолкнуть лекарство в желудок. На правой стороне стола, ближе к шкафу, стоял металлический сосуд, возможно, в нем что-то было. И, обнадеженный этой мыслью, я медленно пополз туда, двумя руками, превозмогая боль, схватил сосуд и немного потряс. Плещется. Да. Запрокинув голову, поднес к рту жидкость и вылил внутрь. Обжигающая волна прошла по глотке и устремилась в пищевод, унося за собой лекарства. Ах, от новых позывов помогла мысль, что все лекарство внутри и там же оно должно оставаться. Сомнений в том, что оно поможет не было. Спустя несколько часов мне немного полегчало. В это время мимо двери кто-то прошел, а вдалеке несколько раз раздавался чей-то вой. Как только тело перестало бить дрожь, пьяным движением собрал оставшиеся таблетки и закинул в рот, тут же запивая алкоголем. Хорошо, что успел это сделать, потому что спустя пару минут боль вернулась и с новыми силами стала вгрызаться в тело. Сколько часов длились мои мучения и борьба за выживание я не знал, но как только в щелях входной двери стало чуть-чуть светлее, мне сразу полегчало, а потом перед глазами появилось сообщение «Поздравляем, синхронизация закончена, тактический квест успешно выполнен, вам присвоена раса человек, класс мутант». «Мутант?» «Это что еще за фигня?» пьяным шипящим голосом пробормотал я, проваливаясь в забытие. итак, первая глава подошла к концу и мы видим героя типичного лид РПГ, который попал в игру без своего на то желания. Ну, будет интересно посмотреть, как он будет бороться в этой игре, как он будет искать выход из этой игры, наверняка же ему захочется понять, что происходит и как отсюда выйти. В этом ему наверняка помогут какие-то новые друзья, товарищи и приключения. В общем, все ссылочки на книгу Виктора Казначеева останутся в описании под видео. Почитать ее можно будет на «Автор Тудэй» и «Элитнет». Всем любителям жанра думаю зайдет, почему нет. А на этом сворачиваемся. Всем пока.